Подняться за несколько минут на 18 этаж самого высокого здания областного центра. Это главное условие соревнований среди пожарных – вертикальный вызов. 25 спасателей из пяти подразделений боролись за лучший результат. В прошлом году высотку смогли преодолеть за 2 минуты и 7 секунд. Каковы итоги этого забега, расскажем прямо сейчас. После сигнала к старту пожарные бросились на 18 этаж самого высокого здания Петропавловска. 70 метров спасатели покоряли в полной экипировке. Входит туда спецодежда, каска, аппарат на сжатом воздухе и маска. Все обмундирование весит около 20 килограммов. Чтобы добраться на самый верх, нужно преодолеть 360 ступеней по вертикали. Использовать лифт запрещено. Не применяют его и в практике. В экстренной ситуации может внезапно выключиться электроснабжение. Да и сама шахта подъемника работает как вытяжка, которая станет причиной отравления, рассказывают честники. Мероприятие данное, которое будет проводиться, направлено в первую очередь на разъяснение населению важности пожарного спорта. На разъяснение населения о том, какой тяжелый труд у наших пожарных спасателей. Кроме того, это проведение в рамках празднования 30-летия независимости нашей республики. Соревнования направили и на почтение памяти погибших при исполнении своего долга. Этапов состязания всего два. Первый индивидуальный забег. От команды требовалось по двое спасателей. Здесь лучшим газодымозащитником стал младший сержант пятой пожарной части Бакыт Мерекенов. На высотку он поднялся за одну минуту и 43 секунды. На это состязание мы готовились усердно. Я считаю, одно из основных требований спасателя – это хорошая форма. В работе большое значение имеет физическая выносливость, правильное дыхание и умение распределить свои силы. Я придерживался этих правил и в итоге смог показать лучший индивидуальный результат. Второй этап забега сложнее. Здесь трое спасателей поднимались в цепке. Используют приспособления при сильном задымлении помещений. Лучший результат показала пожарная часть номер один. 18 этажей не преодолели за 2 минуты 18 секунд. Всего участия в забеге приняли 25 человек. Женаль Бесимбаева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.